Мы на месте. Хорошо, мы приветствуем Вячеслава. Интересуемся готовы ли он к диагностике, доверить ли он нам свое биополе на период сеанса? Доверит. Я даю команду на четыре, эта голограмма идет в клетку-тюрьму. Один, два, три. Она как пленка. Пленка, отлично, хорошо. Я даю команду. Скэнер на четыре начинает сканировать пространство над головой Вячеслава под ногами. Становится ее заложником. Один, два, три. Скэнер сканирует все семь тонких тел. Вячеслава находит все. Демон, Суккуб. Демон, Суккуб. Лизард. Понятно. Дракон. Синий? Синий дракон и арахноид. Синий дракон. Арахноид. А чего вас так много? Я не пойму. Какой демон? Считай, пожалуйста, цифры над головой. Двенадцать. Двенадцати герцу. И как долго ты находишься в биополе Вячеслава, демон? Два года. Хорошо. Сейчас начнется реверс. И в процессе реверса я буду задавать каждому из вас вопросы. Вы должны мне отвечать на вопросы. Кто не будет отвечать, уже вообще не сможет никогда больше ничего отвечать. Я даю команду тонкой копии Вячеслава спроекцировать все энергетические сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственные за чужеродные негативные патогены низковибрационной энергии в его биополе. Один, два, три. Каналы выстраиваются. Дополнительно выстраиваю канал к этой накидке. Кому она принадлежит, Вера? Лизарда. Накидка Лизарда. Отлично. Хорошо. И каналы выстраиваются. Дополнительно выстраиваю канал к накидке Лизарда. И я даю команду тонкой копии Вячеслава произвести отчуждение. Все чужеродные патогены низковибрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам. Чужеродная по отношению к Вячеславу. Энергии страха, энергии неуверенности, энергии всех болезней. Все, что он мог получить от них, возвращается к ним. Хорошо. Демон. Два года, ты сказал, находился там, да? Да. И почему ты так в последнее время на него сильно воздействовал? Что он это чувствовал, это злость какую-то в нем? В чем причина такого воздействия массированного на тебя, на него, с твоей стороны? Разжигал его эмоции. А на что ты зашел? На какую чистоту вообще? Алкогольное опьянение. А ты регулярно или это было просто состояние сверх всех норм, когда ты зашел? Когда человек выключается? Об этом речь? Регулярно, нерегулярно. Когда я зашел, дверь была открыта. Понятно. Значит, упали вибрации до такого низкого уровня, что тебе, в принципе, 12 Гц должно быть ниже 12, то есть там 7 было, 8 Гц, а ты зашел, правильно? Так и было. Хорошо. Ты привел суккубы или он сам пришел? Сам. Как долго суккуб находится в этом биополе? 4 месяца. 4 месяца. Скажи мне, демон, лярвы есть в биополе, Вячеслава? На ноге есть лярва. Понятно. Хочешь потом попросить меня забрать их? Заберу. Хорошо, я тебе их потом отдам отдельной командой. Итак, Лизард, как долго ты находишься со своей накидкой здесь? И почему ты вообще находишься здесь? Хамелеона из него делал? Он язык достает, прячет, потом дышит как-то часто. То есть показывает он, меняет цвета. Да. Он свои цвета меняет или объясняет тебе, что он делал? Ну, он, наверное, объясняет, но я не понимаю, что он показывает. Так, Лизард, пошли мысли-форму такую, чтобы Вера могла понять. Вопрос он хочет. Вопрос хочешь. Как ты воздействовал на биополе Вячеслава? Вот то, что он показал, значит, язык вытаскивал, потом дышал, потом цвета менял. Он показывал, что у него были резкие изменения желаний. Желаний и реакций. То есть из каких-то позитивных могло стать негативно или резко, или как это понимать? Или менялось настроение? Как это было? Делал что-то, бросал, начинал другого. И по отношению к людям тоже. Если он с кем-то разговаривал, например, ему быстро надоедало общение. Он раздражительный становился. И это было твое воздействие таким образом, с этой накидкой, правильно? Ты забирал какие-то энергии этой накидки с окружающих? Нет. Хорошо. Как у нас с реверсом, Вера? Закончил. Устанавливали фильтр с золотой сеточкой на все каналы и в порядке реверса. Вячеслав забирает всю чистую, светлую, божественную энергию обратно. Пошла энергия божественная и чистая. Один, два, три. Все, что у него похитили, все, что они изъяли до последней капли, возвращает Вячеслав себе обратно. Он хозяин своих энергий, возвращает все свое себе обратно. И из накидки идет назад, Вера? Посмотри. Идет. Отлично. Хорошо. Лизард, как долго ты находился в биополе, Вячеслава? Два года. Два года. Хорошо. Синий дракон с цифрой над головой, Вера. Посмотри, пожалуйста. 364. 364. Ну, это совсем молодой дракон. Дракон, как долго ты находился в этом биополе и где зашел? Дракон. Идет информация, что он примерно одинакового возраста с ним. Ну, для дракона он молодой. Если с девятитысячными драконами разговаривал, он 364. Сколько ему лет? Конечно. Он говорит, что он примерно с ним одинакового возраста. Понятно. Хорошо. Итак, как долго ты находишься в биополе и как ты зашел? Во сне зашел. Три года сидит. Три года. Платы где стоят? Третий глаз? Сейчас секунду. У тебя не воздействует никто, Вера? Нет. Хорошо. Да, он показывает на третий глаз. Арахноид. Как долго ты находился в этом биополе? Арахноид. Вообще ничего не понял. Он несколько дней. Шесть. Шесть дней. Где ты зашел? В квартире? В портале? Упал, да. Обращаю внимание, Вячеслава, что у него квартиру надо обязательно чистить, потому что у вас там есть открытые порталы и есть свои сущности. Кто из присутствующих присутствует в квартире еще? Обращаюсь ко всем. Тишина. Хорошо. Значит, там свои. Я просто предупреждаю. Если поступит заказ на чистку квартиры, я кого-то встречу из присутствующих. У меня очень хорошая память. Вы же оттуда уже никуда не уйдете. Я так озвучил. Хорошо. Как у нас с реверсом? Реверс закончился. Отлично. Хорошо. Начинаем тогда с арахноида. Арахноид, ты что-то успел оставить в биополе, Вячеслава? За шесть дней. Паутина твоя? Ну, он держался. Бился в голову. Давай, выходи. Вытаскивай все, что на твоей чистоте есть. Все, что ты оставил. Возвращайся в клетку, докладывая о готовности к проверке. Для всех проверка будет проведена до несколько миллионов герц. Если вдруг кто-то что-то забудет, он сгорит просто по каналу в клетке тюрьмы. Мы предупреждаем, такое уже случалось неоднократно. Арахноид говорит, какой серьезный. Начинает быстро вытаскивать из головы. Он пытался укрепиться за счет вот этих иголок в голове. Я вижу, Вер. Как держатели они такие. Готов. Вставил. Хорошо. Синий дракон. Выходи. Вытаскивай все свои платы. Отключайся полностью. Возвращайся. Докладывай о готовности к проверке. Приступай. Музыка. На музыку зашел? На музыке они сошлись. А, вот так. Нравится дракону музыка. Которую он слушает? Да. Ну, понятно. А в машине ты с ним не ездил за рулем? Да, слушай. Он эту музыку как переносил на плату на эту. Как в память вносил. И как оно воздействовало? Таким образом? Ему постоянно хотелось эту музыку слушать или как? Нет, он себе на будущее вносил. А, он себе заносил, как на магнитофон записывал. Да. То есть, если бы он когда-то с него вышел с платой, у него в памяти осталась бы музыка. Библиотека. Понятно. А что, у вас музыки нет в твоем мире, Синий дракон? Есть. Ну. А нашей музыки нет, да? А тебе именно наша понравилась? Другая, конечно. Интересно, как бы ваша музыка звучала? Я никогда еще не слышал. Цифровая. А дигитальная – это набор каких-то звуков или это какие-то мелодии? Криков. Мелодии криков? Интересно. Криков. Драконьих криков. А, драконьих крики. То есть, у вас есть и красивые крики там, и какие-то… А направление в музыке у вас есть или просто одно? Одно направление? Вот эти вот голоса драконов, крики их? Направление. Он не понимает, что такое. Я тебе объясняю. Он показывает, что это крики только, но они очень разные подразумевают. А, вот как. И для вас это несет какую-то определенную информацию, эти крики? Несет. Понятно. Почему я спрашиваю? У нас есть, например, классическая музыка, у нас есть популярная музыка, у нас есть рок-музыка, тяжелый рок, металл, есть реги, есть 50 или 70 разных направлений, вплоть до электронной музыки. Он говорит, это как примерно ваши семь нот, но много разных направлений. Также у нас крики, крики, крики драконов, но они могут быть частые, короткие. Они имеют разные цвета, в зависимости от манеры исполнения. От манеры исполнения. Так вот скажи, вот тогда получается у вас есть какие-то свои исполнители знаменитые в драконьем мире, если они умеют то, что другие не умеют. Или это каждый у вас умеет? Вот у нас, например, не все могут быть хорошими певцами. Для этого надо иметь красивый голос. Композитор, он пишет красивую музыку. У вас есть такой план? Нет, в таком виде нет. Он говорит, я над этим не задумывался даже. Хорошо. В таком виде, как ты сказал, нет. Он постоянно показывает, что это как, не знаю, у животных, что ли, или у птиц. То есть есть какая-то деление, нет, деление, подожди, на пол у драконов. И, значит, вот эти женские крики, они как, ну, дают команду самцам, что ли. Понятно, очень интересно. Благодарю за информацию. Хорошо, синий дракон, ты все снял, да? Да. А у нас были веры. Мы встречались с такими драконами, которые, вот, например, мы знали драконов интеллигентов, интеллектуалов. Они даже в очках стояли и читали книги. С ними можно было разговаривать о литературе. Они, правда, постарше тебя были, но вот они именно развивались в этом направлении. Им очень нравилось многим наше искусство на земле, и вот они как бы обучались у нас здесь на земле. Я встречался с такими драконами, с ними очень интересно разговаривать. Но, к сожалению, и агрессивных у вас немало драконов. Так что наша работа вполне оправдана. Он говорит, что наши цивилизации очень похожи и были когда-то плотно связаны. Вы учились у нас, мы учились у вас, и это было открыто на сегодняшний день. Все завуалировано. Наше общение продолжается, но теперь только в таком виде. Скажи мне, а как вот ты, я понимаю, ты знаком с вашей, с общей историей, например, о той истории, которая нам здесь на земле неизвестна. Но мне бы интересовал один-единственный вопрос. Вот ты сказал, что раньше наши цивилизации дружили, учились друг у друга, правильно? А потом пошло что-то не так. Вот скажи, как давно это было, если можно такой вопрос задать? Сколько в нашем летоисчислении прошло времени, что мы перестали общаться и дружить, чтобы мне представить? Могу лишь сказать, после динозавра. Ого! И тогда уже были люди на земле? Это же надо, действительно, после динозавров. Хотя несколько миллионов лет назад. Благодарю тебя. Ну да, у вас же тоже время по-другому течет. Хорошо. Так, у нас вытащил арахной. Синий дракон, ты вытащил все, да? Вытащил все. Хорошо. Прошу лизарда сейчас выйти, отключиться полностью. Все, что у него осталось, если есть жидкость, он забирает ее полностью. И возвращается в клетку. Да. Иди, дракон, у тебя просит, чтобы ты отдал ему эту плату. Я не собираюсь у тебя забирать эту плату. Благодарит. Я тебе ее отдам. Забираешь себе назад. Как я могу музыкальную коллекцию уничтожать? Нет, конечно. Значит, у лизарда вот эта голограмма или что-то, он как и сворачивает впереди него. И становится четко видно его. То есть он его закрывал. Он его закрывал от других людей, да? Мутный такой, он расплывчатый был. Угу. Он все забрал. Хорошо. Так. Сукуп, выходи. Снимай все свои ленточки, ошейники, корсеты, все, что там установил. Отключайся полностью и возвращайся. Докладывай мне готовность к проверке. Приступай. Скажи, демон, у вас же тоже в вашем мире есть музыка, насколько я информирован. Я когда-то общался с одним высокогерцовым демоном под 40 герц, и он мне рассказывал, что у вас есть музыка, но я... Он говорит, что если можно назвать... Если можно назвать музыкой, да? Крики на горящих сковородки музыкой. Я хотел об этом спросить, да. Так и интересно, конечно. Сколько снял? В каждом мире есть своя музыка. Хорошо, я прошу демона сейчас выйти, отключиться и прямо на месте доложить мне то, что он все снял. Приступай, демон. Качельки? Да, у него прямо от поясницы идет унизу. Установка демона. Ноги. Внизу. Тяжесть. Он его замедлял и этим раздражал. Один делал невидимый, второй его раздражал. Общено, комплектное воздействие было со всех сторон. Снял. Хорошо, демон, я разрешаю тебе забрать все лярвы в его биопуле. Вячеслава, приступай. Ничего не забывай. У него одна лярва на ноге. Как она воздействует? Сон на него? Боли были? Показывает, он ногой дергает, кого-то скинуть что-то хочет. А, вот, все понятно. Тяжесть. Тяжесть, хорошо. Может, судороги, говорит, не знаю. Включаем и пожимает. Он ее забрал. Отлично, хорошо, доволен? Мало ему еще. Ну, я еще могу тебя выдавить потом. Хотя можно и сейчас. Включай внутренний белый свет Вячеславу. Один, два, три. И на счет три. Вячеслав начинает выдавливать из себя все негативные энергии, эмоциональные энергии, гнева, страха, ужаса. Раздражительность, лень. Все патогенное, все негативное и неназванное выходит и формируется перед Вячеславом в большой шар. Один, два, три. Шар наматывает в себя все негативные патогенные энергии, эмоции, мысли и чувств. Все это выходит из всех семи тонких тел и формируется в шар. Шар останавливается автоматически, когда 100% этого негатива будет выведено из биополя. Вячеслава. Большой шарки лучше. Отлично, демон забираешь? Да. Отправляю демона. Ты говорил, мало. Арахноид. Меня слышит? Да. А в вашем мире есть музыка? Та, о которой мы здесь общаемся? Какие-нибудь звуки такие, которые вам приятно слушать? Похоже на скрипку есть. Похоже на скрипку даже? Ух ты. А как это? Инструмент какой-то? Кто-то играет о нем? Или как это? Или это вы сами производите такой звук? Сами производим. Очень интересно. Ты посмотри. И переходим к проверке. Я даю команду скэнеру на контрольную проверку. Один, два, три. Скэнер проводит контрольную проверку. Чисто. Отлично. Все прошли проверку, отпуская всех на их частоты. Прошу больше в это биополя не приходить. Подхожу к Вячеславу, кладу руки на плечи и помогаю моей энергией сделать импульс высокого аббрационного шока удара и отсечь все каналы к интерферентам и их подключкам. Один, два, три. Удар. Канал отлетает. Открывается портал в галактическое ядро. Канал улетает на переработку. Закрываем, печатаем, растворяем. Готово. Хорошо, буду отпускать. Арахноид готов уходить? Да. Насчет квартиры ты слышал. Если вдруг мы встретимся, я буду обижен. Поэтому лучше уходи. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте арахноида. Один, два, три. Арахноид забирает все, что он с собой принес и уходит на свою частоту. Закрывая, печатая, растворяем. Готово. Синий дракон готов уходить? Готово. Хорошо, успехов тебе. Открываем наверху портал против часовой стрелки на частоте синего дракона. Один, два, три. Синий дракон забирает все, что он с собой принес и уходит на свою частоту. Закрывая, печатая, растворяем. Говорят, что интересно было поговорить, пообщаться с тобой и благодарю тебя. Я благодарю тебя. И я благодарю тебя за информацию, которую ты мне дал. Всего наилучшего. Готов. Хорошо. Так, Лизард, накидку я тебе не отдам. Открывается под накидкой порта в галактическое дро. Она уходит на переработку. Закрывай, печатай, растворяй. Но тебя отпущу. Больше не приходи в это биополе. Ты все понял? Понял. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте Лизарда. 1, 2, 3. Лизард забирает все, что он с собой принес. Лизард уходит на свою частоту. Закрывай, печатай, растворяй. Готов. Нечего ему забирать. Суккуб готов уходить? Готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте Суккуба. 1, 2, 3. И Суккуб уходит на свою частоту. Закрывай, печатай, растворяй. И Демон. Хорошо. Демон готов уходить? Готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки. На частоте демона 1, 2, 3 демон забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою частоту. Закрывай, опечатывай, растаряй. С тобой огненную пентаграмму. Теперь поехали по частотам. Готово. Пусть тонкая копия Вячеслава вспомнит самый счастливый момент жизни и даст нам числовое значение. 560. И поднимаем уровень эмоционального состояния тонкой копии Вячеслава до значения 560 Гц. Пошел подъем. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. 1, 2, 3. Хорошо, Вячеслав, мы закончили вашу чистку. Ну, как вы себя чувствуете? Он говорит, что ему понравилось качать энергии. Это приятно. И он чувствует гармонично себя. Отлично. У вас есть возможность каждый день заправляться этой энергией. Как это делать? Мы вам показали в этом видео, сколько это длится. Вы просто даете себе команду и ощущаете, попытаетесь ощутить, как эти энергии у вас поступают, как вы понимаете, до 370% в вашем случае и 26 Гц. Если вы каждый день, как зубы чистите, один раз в день делаете себе закачку энергиями, а вечером выдавливаете из себя вот этот шар негатива, который я тоже показал вам в этом видео, как это делать, и сбрасываете его в галактическое ядро, то после этого у вас никогда не будет накапливаться негатив. И сущности просто не смогут войти в ваше биополе. Соответственно, вам надо контролировать свои эмоции, не допускать этих резких скачков. Если вы все рекомендации придерживаетесь и будете придерживаться и заполнять себя, читать манифест, то у вас начнется новый период жизни. Хорошо. Будем возвращать вас назад в ваш биоробот. И для усвоения энергии и вибрации возвращаем тонкую копию Варислава в систему биоробот-душа. Заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Говорит, что ему интересна эта тема. Будет развиваться в мере возможности. У вас еще есть одна проверка в течение месяца, так что мы еще с вами увидимся. И отключайся от объекта и поднимайся в свою комнату диагностики. Пошел, пойдем. Я на месте. Пошел, пойдем. Пошел, пойдем. Пошел, пойдем. Пошел, пойдем. Пошел, пойдем. Продолжение следует...